монета 10 рублей 2015 года российская федерация московский монетный двор на реверсе монеты нанесено вертикальное рифление стилизованного повторяющие число 10 на фоне вертикального рифления расположена сам непосредственно само число 10 обозначающие номинал монеты внутри цифры 0 имеется горизонтальное рифление на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается надпись руб и число 10 под числом 10 одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы надпись рублей слева внизу и справа растительный орнамент в правой части представлены в виде двух переплетающихся ветвей по окружности видим четко выраженный кант на аверсе развернутом к реверсу на 0 градусов то есть соотношение сторон медальное в центре поля монеты отчеканен знак банка россии двуглавый орел с опущенными крыльями под ним полукругом надпись банк россии ниже под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных линий с точкой посередине указан год чеканки монеты дата 2015 верхней части поля монеты выпуклая надпись обозначающая номинал и название денежной единицы 10 рублей под геральдической левой лапой орла то есть правой со стороны наблюдателя отчеканены мелкие стилизованные буквы ммд знак московского монетного двора по окружности виден четко выраженный кант гурт монеты прерывисто рубчатый состоящий из 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов чередующихся с двенадцатью гладкими участками монеты изготовлены из стали с латунным гальвана покрытием магнитными свойствами обладает то есть липнет к магниту вес 5,63 грамма диаметр 22 миллиметра толщина 2,2 миллиметра чеканили монету на московском монетном дворе тираж неизвестен средняя цена от 10 рублей то есть номинал за состояние x-fine это почти без следов обращения четкий рельеф ну максимум до 15 рублей за состояние анциркулейтед это идеальная монета со следами мешкового хранения монеты имеет две разновидности различающиеся по реверсу различается по нижней линии в нуле вот этому завитку соприкасается с вертикальной линии у правого среза цифры 0 или нет и вот этому листку заходящему до четвертой линии вот увеличенное изображение первая разновидность нижняя линия в нуле толще листок справа от нуля соприкасается с вертикальной линии листок подходящий к нулю справа внизу сливается с вертикальной линии нижний лист доходит до четвертой линии вот представлена вторая разновидность нижняя линия в нуле тоньше почти отсутствует листок справа от нуля не соприкасается с вертикальной линии и нижний лист также доходит до четвертой линии на цену это не влияет обе разновидности стоят одинаково